Здравствуйте! В последнее время все чаще и чаще звучит такое слово как бифтоматы. Бифтоматы или бифштексные томаты. Что это такое? Что себе представляет бифштекс? Это плотный, хороший кусок мяса и только мясо. Вот и бифтоматы характеризуются тем, что это крупные томаты, мясистые томаты, малокамерные томаты, в которых в основном одно мясо или мякоть и нет вот этой межкамерной жидкости. Бифтоматы обычно крупноплодные, слаборебристые. Вот такие, например, как инжир розовый, сахарный бизон, бердский крупноплодный. Они бывают не только красные, они бывают розовые, цунами и новосибирский хит, и бывают и желтыми. Если разрезать этот томат, то мы увидим там, что внутри томата практически одна мякоть, мякоть сахарная, мякоть зернистая, а вот этой жидкости и семян в этих томатах мало. Не все производители еще пишут на своих упаковках, что это бифтомат, но это понятие все больше и больше проникает в среду семян. Если вы хотите иметь на своих грядках вкусные, сладкие, зернистые, плотные и в то же время мясистые томаты, то выбирайте именно бифтоматы. А наши советы помогут вам получить отличные салаты и заготовки на зиму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!